МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, господин дипломат. Здравствуйте. Итак, 18 марта в Российской Федерации состоятся президентские выборы. И поскольку граждане России проживают на территории нашей страны, о чем должны они знать, чтобы принять участие в этих выборах и отдать свой голос за того или иного кандидата? Это, в общем-то, одно из важнейших политических событий этого года в России. И для того, чтобы выборы были успешными, я имею в виду с точки зрения технического исполнения, конечно, участие наших граждан здесь имеет первостепенное значение. Хотел бы обратиться к российским гражданам, которые находятся на территории Латвийской Республики и проживает в Даугавпилсе, принять участие и прийти на выборы, которые мы будем организовывать на территории Генерального консульства по адресу Краслова, 46, здесь в Даугавпилсе, 18 марта. Это, скажем так, долг каждого гражданина Российской Федерации сделать свой выбор. Участок наш будет работать с 8 утра и до 20 часов вечера, без перерыва. Мы постараемся максимально сделать комфортом для того, чтобы не создавалась длинная очередь, как в прошлый раз, когда у меня состоялись выборы в Государственную Думу. Сейчас также прорабатывается вопрос о том, чтобы провести досрочные выборы также на нашей площадке в Генеральном консульстве России в Даугавпилсе, по тому же адресу, но накануне, 17 марта, для тех граждан России, которые проживают в Резыкне, Краслова, Прейле и других отдаленных частях. Попробуем организовать автобусные сообщения специально для этих граждан. То есть я правильно вас понимаю, что избирательный участок в Атгале будет только один на территории Даугавпилса? В Атгале, да. Люди болеют, да? Кто-то, может быть, прикован к инвалидной коляске и, может быть, и хочет принять участие в выборах, но в силу своего здоровья не может. Будут ли организованы выездные голосования? Это предусмотрено законодательством избирательным в голосовании на дому. Для этого надо будет написать заявление в участковую избирательную комиссию. Это предусмотрено прежде всего для тех людей, которые не могут самостоятельно передвигаться. Это люди с ограниченными возможностями, либо те, кто серьезно болен и так далее. То есть я хотел бы сказать то, что не надо просто злоупотреблять этим. По законодательному нашему процессу можно это сделать и в устной форме в день проведения голосования. Грубо говоря, по телефону. Сказать то, что я не могу приехать, там я сильно заболел и так далее. Это заявление также принимается, выезжает группа. Мы постараемся создать те условия, чтобы наши граждане имели максимальные возможности для реализации своего избирательного права. По данным Департамента гражданства и миграции, на сегодняшний день в Латвии проживает где-то 55,5 тысяч граждан России. На территории Латгальского округа сколько граждан России находится? По нашим данным где-то порядка 8 тысяч. Насколько люди активны, когда речь идет о таких мероприятиях, событиях? Я думаю, что активны, поскольку это одна из форм проявления своей гражданской позиции и проявления принадлежности к России. Потому что такие события, которые дают эту возможность, они за рубежом для российских граждан представляются не так часто. И традиционно явка очень высока здесь, в Латгале. Я думаю, что больше 50%, это 100% будет участвовать от тех, кто может принять участие в голосовании. Специалисты говорят о том, что стремительное увеличение количества граждан России несколько лет тому назад было связано в том числе и с тем, что жители Латвии хотели на пенсию идти в возрасте 55 лет, это то, что касается женщин, и 60 лет, это то, что касается мужчин. Вот на ваш взгляд, это замечание справедливое, и какова ситуация на сегодняшний день? Как часто высказывают жители Латвии желание стать гражданами России сегодня? Отчасти верно это предположение, но я бы не сказал, что это является главным мотивом для принятия российского гражданства. За прошлый год где-то порядка 100 человек приняло гражданство. Возвращаемся еще к одному вопросу о пенсиях. Есть ли какие-то изменения, о которых должен знать гражданин России, проживающий в Латвии? На данный момент это касается скорее, наверное, подсчета трудового стажа, связанного с баллами. Подробную информацию можно найти на сайтах Пенсионного фонда России. Принцип сводится к тому, что пенсия будет начисляться в зависимости от полученных баллов, а баллы получаются в зависимости от проработанных лет и зарплаты, которая начислялась сотруднику. Чем выше зарплата, тем больше лет проработанных, тем больше баллов получают. Вы уже пять месяцев работаете в Латгале на посту генерального консула. За это время вы встретились, наверное, практически со всеми общественными организациями. И на ваш взгляд, в каком направлении в дальнейшем могли бы развиваться культурные связи между нашими странами? В чем уникальность, на мой взгляд, и Латгальского региона? Здесь сопряжение многих культур. И выработался такой модус вивенди, если можно так сказать, когда представители разных народов и представители разных религий и культур могут мирно существовать и друг друга дополнять. Причем очень гармонично это все делается. Этот опыт сам по себе уникальный. И, естественно, надо брать все самое лучшее из этого опыта и распространять на другие сферы. Я вижу хорошие перспективы, в том числе есть в Давговпилсе музыкальные фестивали, в том числе и джазовые. Я хотел бы привлечь сюда российских исполнителей для того, чтобы они показали свое творчество и придать какой-то новый, может быть, оттенок этим фестивалям. Есть хорошие перспективы и в музейном направлении. В прошлом году, в последний рабочий день, я беседовал с директором этого центра, Марком Ротко, господином Буруновым. Он мне показал, как работает центр. Это очень интересно. И у нас шла речь о том, чтобы придать импульс именно музейному сотрудничеству, в том числе и с Русским музеем в Санкт-Петербурге. В завершении нашей беседы вопрос о спорте. В июне в этом году в России начинается чемпионат мира по футболу. И самый главный вопрос наших болельщиков этого вида спорта – придется ли им покупать визы в Россию, или же все произойдет, как в Белоруссии, когда был чемпионат мира по хоккею. Достаточно будет предъявить билет на тот или иной матч. Для этого, в общем-то, будут сделаны специальные условия. В том числе предусмотрен будет и паспорт болельщика, который, собственно говоря, оформляется при приобретении билетов. Вся подробная информация есть в том числе на нашем сайте, сайте Генкунсского России в Далгавпилсе. Ну что ж, большое вам спасибо за эту беседу. Спасибо, что нашли время прийти в эту студию. Надеемся, не в последний раз. А на этом все. До свидания и до новых встреч на телеканале Даутком ТВ.